Может быть, абьюз более изощренный, я должна пострадать, потому что это больно. А как жить дальше? А как это отпускать? Что есть абьюз, а что есть просто не сошлись характерами. Про сам момент расставания понятно, что оно было не самым красивым. Да, я так много о нем вообще не говорила. Я не могу. Я больше туда не пойду. Наверное, я лучше буду одна. Жизнь распорядилась по-другому. Крутая мотивационная история про то, как женщина, пережившая дважды созависимые тяжелые отношения с абьюзером встречает нормального мужчину. Он уникальный. Даже его друзья говорят, что это уникальный человек. Нету мишуры никакой. Есть настоящий человек. Если он что-то делает, то это действие. Это не какая-то пыль в глаза. Спецэффекты эти. Спецэффекты, да-да-да. Доставил записку, сам не пришел. Для того, чтобы что-то пришло, надо это место освободить. Из любой ситуации есть выход. Вот из любой. Стрелец? Молодец! У меня связана с вашей историей своя личная история. Есть такое понятие, может быть, вы с ним уже знакомы, перверзный нарцисс. Знаете такое? Ну, видимо, вы не были в терапии, вы сами, наверное, справлялись. И вашу историю мой психолог разбирала как пример поведения типичного перверзного нарцисса. Вы шутите? Нет, я не шучу. Более того, ваша история есть на форумах, где обсуждают эту проблему. Ваша история интересна тем, что вы, выбравшись дважды из очень травматичных отношений, не просто после 40 лет счастливо устроили свою личную жизнь, но вы встретили мужчину, не побоюсь этого слова, неординарного, очень авторитетного, мужчину с безупречной репутацией. Мне в первую очередь казалось, что вы что-то, наверное, проработали, чтобы это все произошло. Да. И вот как это происходило, об этом хочется сегодня поговорить. Ваш путь не рекордный, но в очень большом количестве снялись сериалов, фильмов, плюс актрисы театра Майковского. Творчески у вас все сложилось, мне кажется, очень успешно. И только вот эти мытарства личной жизни добавляют вашему образу такого вот драматизма, так скажем. И причем изначале ничто не предвещало. У вас был ранний, но очень крепкий брак. Александр Жигалкин, чтобы зрители наши понимали, человек, который имел отношение к программам «Сам себе режиссер», «Шесть кадров» сериалом, «Папины дочки», «Воронины». Ну, то есть он мастер таких жизнеутверждающих историй, душевных, веселых. Чем больше мы жили, тем больше он ко мне проникался любовью и чувствами такими сильными. А у меня, наверное, наоборот. То есть у меня сначала было... У нас у обоих, наверное, было сильное чувство. У меня было очень сильное, это 100%. Но потом со временем оно стало укасать. И это грустно было. И мне тоже грустно, потому что дочкой как-то это неправильно. А мне так хотелось, чтобы это было на всю жизнь. Когда вы начали сниматься в сериале «День рождения буржуи», это был тогда взрыв, это был же... Он же до «Бригады» вышел. Но вы во всех, кстати, культовых сериалах 90-х снялись. И «День рождения буржуи», и «Бригада», и даже «Остановка по требованию». Что тогда гремело просто. И на тот момент, когда вы подходили к этой работе, как вы говорили в нескольких интервью, вы просто чувствовали, что как-то в браке... Какой-то он стал пресный, чего-то не хватало. Ну, вас ничто в нём вроде бы и не тяготило. Ну, и не драйвило. Мне было 19. Ну, там, рубеж 19-20, да. Саше было 23-24. Ну, это самое время, когда движуха какая-то должна быть у человека. У вас семья, и вы с мамой ещё живёте. Да, мы ещё с мамой. И бабушка ещё тогда была жива. Случается «День рождения буржуи». Вы же, я не знаю, понимали ли вы в процессе съёмок, что это хит такой будет? Ничто не предвещало? Ну, Николаев и Апексимовы уже были известными. Да, да, они были звёздами. На тот момент они были действительно очень уже, ну, известными. Но после этого сериала они стали просто фантастическими звёздами. На тот момент, в 90-е, такой парой могли быть ещё вот прям по медийности им равны только Певцов и Дроздова. Вы играете там сестру героя Валерия Николаева, Веру. Пока бы снимался первый сезон, между вами ещё ничего не происходило. Нет. Ну, какие-то всё равно ростки были же. Я Валеру знала раньше. И, конечно, я была им очарована раньше. Но я не имела права ни на что претендовать, поскольку человек женат, и мы вместе работаем, и как-то... Конечно, но он был очень такой, ну, манки, что ли, если можно так сказать, о мужчине. Он распространял какие-то такие мужские флюиды, если можно так сказать. Поэтому не попасть под его обаяние было невозможно. Но на первом буржуе, конечно, ничего не было. Даже никаких поползновений. Ко второму сезону сериала он уже разводится с Ириной Абексимовой. Он свободен. И у вас как раз тогда завязываются отношения. И вот история о том, как происходило ваше первое свидание, она прям как из учебника по поведению классических абьюзеров. Я готовилась к спектаклю. В театре Маяковского должны были начать. И мне вдруг звонят на актерский подъезд. Говорят, Даша, у тебя к телефону со служебного. Подхожу, алло. Говорят, Даша, это Валера. Какой Валера? Николай. У меня такой просто... Я помню, что у меня был какой-то взрыв адреналина. И серотонина, и эндорфина. Вот все вместе. Я говорю, а что ты тут делаешь? Говорят, ну, вот я там типа зашел. Я говорю, ты на спектакль хочешь? Он говорит, ну, нет, я на спектакль не могу. Давай после спектакля увидимся. Я говорю, да, конечно. Я помню, что этот спектакль я играла просто в каком-то... В таком счастливом состоянии. И уже мне его хотелось быстрее доиграть, чтобы поехать и встретиться. И после спектакля мы действительно увиделись. По-моему, это было в Доме литераторов. По-моему, был какой-то ресторан такой на Тверской. Мы там увиделись. Но это был тот случай, когда он опоздал очень сильно. Нет, опоздал, это был другой случай. А, это был другой. Ну, вот, значит, вот это другой. История о том, как вы его ждали. Вы сидите в кафе. Я не знаю, были тогда мобильные телефоны или еще не было? Были, были. То есть позвонить ему нельзя было узнать, где он пропадает? По-моему, я, честно говоря, не помню. По-моему, я звонила. Ну, то есть вы сидите и сидите и ждете. И сижу, и сижу, и жду, да. И ждете. И понимаете же в глубине души, что это не очень нормально. Что так не должно быть. Что мужчина не может заставлять столько ждать. Что-то вам не дает все-таки уйти. А вдруг какие-то проблемы. Но самое главное, что я хочу его увидеть. Поэтому я сижу и жду. И вот вы его ждете в итоге уже когда... Сколько вы его прождали? Ой, очень долго. Очень долго. Я бы, конечно, если бы мне было тогда столько лет, сколько сейчас, или даже еще меньше, я бы, конечно, столько не ждала. И в итоге он не просто приходит, он падает на колени, там, как-то через стекло, то ли в снег, то ли как-то, что-то такое. Ну, то есть с такими спецэффектами. Он приходит очень кинематографично вот это все. Как раскладывал эту ситуацию мне мой психолог, когда разбирал мои личные проблемы на нашей сессии, он говорит, посмотри, вот как действует классический абьюзер. Вот в тот момент он сначала закидывает осознанно. Они часто неосознанно это делают. Закидывается такая удочка, чтобы понять, насколько человек на крючке. И вот в тот момент, когда вам уже кажется, что нет, все это вот ни в какие ворота, это ненормально. И тут он появляется, и появляется не просто, а появляется красиво. И это происходят такие эмоциональные качели. От такого отчаяния, упадка, и немножко такое все-таки бьет же по самооценке, как-то мужчина заставляет ждать еще в самом начале отношений. И тут он появляется и на колени. Он же понимал прекрасно, что не очень красивый поступок, нехорошо он поступает. И в этот момент какие у вас эмоции? Да какая ерунда все это ожидание. Наверняка, вы так думали? Конечно. Когда все фигня, вот же он, как он меня любит, какой он мужчина, таких вообще не бывает. Да, именно так. Сегодня женщины не выглядят на свой возраст. Нам всем продлили молодость минимум лет на 10. Потому что наши мамы и бабушки не знали, что такое безлактозное молоко или безглютеновый хлеб. А еще они не знали, что у роскошных итальянских десертов может быть не миллион калорий. Нам очень повезло, что мы живем во времена, когда не надо выбирать между вкусным и полезным. Самые полезные продукты сегодня могут быть фантастически вкусными. Мой любимый бренд Фудкот выпускает настоящие суперфуды, которые называются Кантучини. Это вкуснейшее традиционное итальянское печенье, но без глютена и лишних калорий. По вкусу, как любимое печенье из Италии. А польза, будто сидите на диете. Фудкот выпускает Кантучини без глютена, дополняя их ягодами и орехами. Клюква – настоящий кладезь витаминов, кальция, магния, фосфора. Миндаль – источник минералов, витаминов группы В и Е. Никаких консервантов, никакого белого сахара, никаких усилителей вкуса. Только полезные пищевые волокна и рисовая рука в составе. Фудкот для меня – это гарантия. Не надо читать, что написано мелким шрифтом на этикетке. Искать вредные Е-добавки и консерванты. Их здесь просто нет. Я знаю, что покупаю и рекомендую друзьям и подписчикам. Это десерт, где помимо полезных для здоровья ингредиентов невероятный вкус. Если я еду по делам, то беру с собой вкусный и полезный перекус Фудкот. В этом, кстати, всего 130 калорий. Переходите по ссылке в описании и покупайте чудо-продукт Фудкот. А по промокоду СТРЕЛЕЦ скидка 20% на самые полезные и вкусные итальянские кондучини. Еда должна быть полезной и вкусной одновременно. Два года ваших с ним очень своеобразных отношений. Когда вы мечетесь между квартирой съемной с Валерием и дочкой, которая живет с мамой вашей. А почему вы не стали жить вместе в вашей дочери и вы с Валерией? Хороший вопрос. Но мне даже сейчас на него как-то, наверное, сложно ответить. Потому что я, во-первых, не задавала этого вопроса Валера, почему мы не живем вместе. Потому что тогда есть же еще у Валеры дочь. Но, наверное, ему это не надо было, естественно. И... А мне так хотелось, чтобы этот человек был рядом, что услышать какое-то нет на какое-то мое предложение было бы смерти подобно, наверное. То есть тогда я даже в мыслях не была это предложить. Но вы когда-нибудь себе задавали такой вопрос, насколько это вообще нормально? Николаев действительно, особенно в те времена, это был красавица. Он был секс-символ, дико востребованный артист. И даже была у него попытка сделать карьеру в Голливуде. И он там и в Германии жил, и в США жил. И тогда это были времена, когда действительно казалось, что не влюбиться, наверное, в него было сложно. Но вместе с тем психология классического абьюзера такова, что чем больше ты ему уступаешь, тем больше он садится тебе на шею и этим пользуется. А потом ему, когда уже совсем он свою власть понимает над жертвой, абьюзеру становится неинтересным, он меняет просто, меняет объект. Перверзный нарцисс не выбирает своими жертвами забитых, несчастных людей. Он выбирает, наоборот, ярких, харизматичных, у которых можно вот этого ресурса поднабраться, у которых вот есть что отожрать, так скажем, энергетически. И в этом смысле всегда и происходит, почему такая ломка. Женщина, которая, ну, она же видит себя в зеркале, она понимает, что она красива, она успешна, она талантлива, но находясь в этих болезненных, травмирующих отношениях, она начинает постепенно утрачивать вот эту вот... Самость. Самость, да. У неё самооценка начинает шататься, и поэтому ей начинает казаться, что без этого человека жизнь уже не в радость. Да, и всё как-то приходит в упадок. Потому что со стороны может показаться странным, ну, как так вот он вас оставляет, у вас депрессия на два года, и вам всё немило, и дочь сидит рядом, рыдает, и вам всё немило. На самом деле это болезнь, настоящая болезнь. То есть вот эти два года ваших взаимоотношений, где нет ни толком нормального совместного быта, где нет какого-то прям с его стороны, вот сказать, чем вы так сильно дрожили. Вы там к нему... Ну, когда-то вы к нему приезжали. Ну, вот получается, получается, что им. Я какой-то себе... Какой-то я себе идола создала. Поставила его на пьедестал, сделала какого-то небожителя. Непонятно почему. Потому что предпосылок для этого было очень мало на самом деле. Я не думаю, что он мной манипулировал. Вот, понимаете, так положа руку на сердце, я не думаю. Я не думаю, что он это делал осознанно. Ну, они часто это делают неосознанно. Неосознанно. Но я, тем не менее, решила, что это вот уникальный, уникальный человек. То он прилетает неожиданно в аэропорт. Да, да, да. Вы едете туда, вас там завлекают друзья, типа какую-то посылку передать. И тут он вот здравствуйте. И вы... А, боже мой. И вот все вот эти вот страдания, что вы далеко, а он там... Всё сразу перечёркивается. Ну, как вот он зато может так красиво поступить? Или вы едете к нему в Германию, по-моему. Вас встречает водитель, привозит эти все игры, немножко такой элемент игры. Его самого нет. Ну, какая-то записка на столе. И всё это как в кино. То, что вместе с этим нет нормального быта, нормального отношения, уходит на второй план. На второй план, да. Да, зато вот такие вот эти вот все... Своего рода наркотик такой, по чуть-чуть. Что-то там так женщине кидается, она на это как рыбка на крючок попадает. Ну, созависимые отношения и сравнивают часто с наркотической зависимостью, потому что абсолютно такая же история. То есть сначала это эйфория, потом уже даже когда абьюзер не сильно старается, старается, но при отмене, то есть когда отношения... У тебя начинается ломка. Да, заканчивается, начинается ломка. Отменяет он эти отношения, то есть когда для него из жертв уже вот эту вот её энергию, харизму он не может уже получить. Он уже этим не может питаться. Но зато жертва с растоптанной самооценкой, она испытывает настоящую наркотическую ломку. Это как раз и есть вот это вот депрессивное состояние. Вы уходите от мужа, как он реагирует? Я думаю, что он был в шоке, когда узнал, что я всё-таки решила разводиться, я думаю, что он был в шоке. Подумал, боже мой, зачем она это сделала? Что теперь? Что я теперь с ней буду делать? Что он вам сказал? Что-то такое я не создан для каких-то отношений серьёзных или что-то? Что-то такое? Как-то он пытался ответственность поснять. Да, нет, он говорил, что ты же понимаешь, что я только вышел из брака, и поэтому я не могу тебе обещать, что ты будешь единственной женщиной. Но я же не хотела это слышать. Поэтому что я его могу винить? Ну, вот сейчас, как вы разложили, я прямо сижу иду, думаю, ох, какой нехороший человек, редиска. Но с другой стороны, человек же мне честно говорил, что я не могу тебе этого обещать. Ну, вместе с тем, своими психологическими этими приёмами, он вас держал на крючке, с которого вы не могли сорваться. Артист. И вот вы говорите, я всё сама придумала, он вообще ни в чём не виноват. Нет, я не говорю, что он ни в чём не виноват, но я же не хотела видеть очевидного. Почему тогда со всеми женщинами у него происходила похожая ситуация? Отчего вас тогда предостерегала Апексимова, которая говорила, что вы попали в тот же капкан под названием Валерия Николая? Почему вы говорили тогда в Сиенко беги? И почему Тихомирова, которая дала интервью, кстати, есть цитата Тихомировой про него, очень показательная. Вот как описывает Валерия Николаева любовь Тихомирова. Его тоже, они тоже женаты, по-моему, даже были. Не знаю. Одна из его спутниц жизни. Валера абсолютно сухой, чёрствый человек. А интересным он может быть только тогда, когда ему это выгодно. А ещё он холодный, жестокий, расчётливый. Поэтому никогда не любить, не дружить, не давать интервью Николаев не умел. И думаю, что не умеет до сих пор. И жить с ним на самом деле это подвиг. Женщины могут быть счастливы с ним, когда безумно влюблены. Но в результате все остаются глубоко несчастными. У Николаева есть такой принцип. Надо так удивить женщину, чтобы остаться для неё лучшим мужчиной на всю жизнь. Многих женщин Валера оставляет с болью в сердце, с израненной душой. Но многие женщины позволяют себя ломать. Хотя, в принципе, Николаев и сам несчастен. Нормально она его так разложила. Мне кажется, что это очень близко к тому, что вам говорила Апексимова. И то, что вы говорили о Всиенко Татьяне, в которую он влюбился и, собственно говоря, оставил вас и сообщил вам, что он уходит к ней. Да. А как состоялся этот разговор? Прекрасно. Он был до этого на съёмках в Бухаре, по-моему. Достаточно долго. И, наконец-то, я знала, что он приезжает. И, по-моему, позвонила или написала сообщение, что давай пойдём вечером встретимся там в ресторане. Я подумала, как это здорово. Наконец-то в ресторан пригласила. Пойдём в ресторан. Как это романтично. И вот в ресторане она говорит, что, Даша, я должен тебе сказать. А я уже предполагала. Ну, как бы я уже там знала, что Таня, там какие-то отголоски были, что Таня Всиенко, там, бла-бла-бла. И я уже думала, что, наверное, что-то там есть. Вот. И он сказал, что вот есть. Появилась женщина в моей жизни. Таня Всиенко. Здорово. Видите, даже момент расставания он обставил очень красиво. Да. В своём стиле. Ну, это не был момент расставания. Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне, потому что, ну, я, по-моему, я ему этого не говорила, отруби хвост сразу, чем его пилить потихонечку. Он мне сказал, что он любит нас обоих, обеих, обеих. В вашей логике, в логике психолога это классический, наверное, ход абьюзера получается. Абсолютно. Я бы назвала это немножко по-другому. Я бы это назвала просто не слабость, а трусостью. Я бы это так назвала. Потому что абьюз это красиво, но сказать по-честному, то есть сделать больно, но один раз гораздо честнее, чем, ну, вот так оставлять надежду. А не кажется вам, что он просто оставлял возможность если что? Если что, да. Он же периодически же появлялся узнать, как вы себя чувствуете, как у вас дела. Наверное. Возникал как-то в вашей жизни даже после этого. Им обычно всегда интересно, до сих пор ли их любят, ждут ли их еще, как там, а вдруг вы там будете в ресурсе, вас там в Голливуд позвали и за вами. И я сразу рядышком тогда поневлюсь. Какой-нибудь Джек Николсон ухаживает. Он бы сразу бросил Таню Овсиенко, и это была бы уже новая, новая этапа его любви. Как правило, у абьюзера, или вот как называют перверзный нарцисс, у него такая логика, чем больше ресурса у жертвы, чем больше вот она, вдруг она после такого восстановилась. Вдруг у нее есть на это силы. Ему такой объект безумный интерес. Он может это, кстати, не осознавать действительно. Мне кажется, он ничего этого не осознавал, Надежда. Вот прям, ну, потому что это было бы, ну, слишком. Либо я его идеализирую, мне кажется, ну... Мне кажется, у вас все-таки такой стокгольмский синдром, когда до конца все-таки не хочется думать о том, что это... Абьюзера, это же не очень здоровые люди. Мы все не очень здоровы. А тут целая галерея вот образов, целая коллекция женщин. Одна краше, другая, одна лучше, другая, одна талантливее, другая. Тут куда ни посмотри. И примерно один и тот же сценарий, когда вот эти вот эмоциональные качели, то есть сначала идеализируем женщину, даем ей возможность себя почувствовать уникальной, невероятной. Вот эти спецэффекты ресторана, какой-то там ресторан был с высоты птичьего полета в какой-то телебашне, там у вас какой-то... Да, это в Германии было, да. А потом он там бах пропадает или так себя ведет, что вы даже боитесь ему задать вопрос про свадьбу, боитесь его травмировать тем, чтобы ожить вместе, а тем более с дочерью. Осознанно или нет, но он делает постоянный повторяющийся набор каких-то действий и манипуляций, которые женщин травмируют. Ну просто кто-то переживает это легче, а кто-то, как вы, очень тяжело. Ну послушайте, это же все равно мой выбор. Картинка совсем такая неприятная, какая-то тяжелая, но это мой выбор. Мы, женщины, выбираем таких мужчин. Другое дело, значит, мне тогда, видимо, это для чего-то было нужно. И я, пройдя через такие отношения, я как-то выросла. Значит, мне это было нужно. Ну я вот... Вот вы говорили, говорю, у меня все время цитата Достоевского крутится в голове, что все люди на свете хорошие. Дурные, но хорошие. Я как-то вот так отношусь к людям, что в принципе человек по природе своей, по сути, неплох. Другое дело, как он себя ведет, каким чертам своего характера он позволяет проявляться. Знает ли Валера о себе такое, что его называют абьюзером? Я уверена, что он знает. Не случайно у него так сейчас жизнь под откос пошла. Я как-то увидела новость о вашей свадьбе в таком популярном телеграм-канале «Антиглянец» называется, может быть, вы знаете. Да, знаю, знаю. И там как раз писали о том, что так рады за эту пару Шаронов-вдовец, дарь поверенного жертвы абьюза, и вот они наконец-то... Серьезно, да? И что вот наконец-то заслуженное, по-моему, как-то они так написали, заслуженное, выстраданное счастье. Конечно, сейчас мы стали больше информированы. У нас появились, как это называется, психологический термин, и мы уже можем препарировать ситуацию с этой точки зрения. 15 лет назад или там, ну да, 15 примерно, этого ничего не было. То есть можно было, конечно, пойти к клиническому психологу или еще кому-то, и тогда бы тебе это разложили, и ты бы, может быть, раньше вышла из тяжелого состояния. Но все-таки тоже нельзя сравнивать, что было в нашей стране 15 лет назад. То есть можно сравнивать, но чтобы посмотреть разницу. То есть сейчас тебе быстренько скажут, так, спокойно, никакой депрессии, сейчас я тебе быстро расскажу. «Вот это, вот 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 это». Раньше такого не было. Не так давно мои родители купили новую машину. Как люди советской закалки, они очень опасались, как пройдет сделка, ведь машина покупалась участникам. Согласитесь, все мы, когда речь идет о возможности потерять большие деньги, становимся более подозрительны и предусмотрительны. Ну а если речь идет о покупке квартиры, тем более, если покупка осуществляется на расстоянии, то тут уже нужны серьезные подстраховки. Но есть один способ, который гарантированно вас защитит. Акредитив от Сбера – это услуга, которая помогает не беспокоиться об исходе крупной сделки. Сбер берет на себя ответственность за проведение всех расчетов. Продавец уверен, что получит деньги, покупатель, что получит товар. Акредитив от Сбера защищает не только вас, но и всех участников крупной сделки. Покупатель гарантированно получит имущество, за которое заплатил, или банк вернет ему деньги. А продавец гарантированно получит деньги при выполнении всех условий договора. Деньги в ходе сделки хранятся в безопасности, на специальном банковском счете. Расчет производится по безналу. Все очень просто. Вы открываете аккредитив при любой сделке, будь то продажа или покупка недвижимости, в том числе в ипотеку, обмен квартирами с цепочкой договоров купли-продажи, продажа или покупка любого дорогого имущества, или даже оплата дорогостоящих услуг, физических или юридических. И вы всегда знаете, что что бы ни случилось, деньги и имущество находятся под надежной защитой Сбера. Не думайте, что это какая-то сложная процедура для сложных сделок. Чтобы быть спокойным и уверенным, вы просто заключаете договор со второй стороной сделки и открываете специальный счет в Сбере, а затем пополняете его на сумму сделки аккредитива с учетом комиссии банка. Вот и все. Кстати, тарифы очень низкие. Стоимость услуги от полутора тысяч рублей. Заявку оформят за 10 минут и проведут сделку за один день, даже если стороны находятся в разных городах. Прошли те времена, когда, совершая сделку, вы боялись, что вас кинут. В цивилизованном мире есть простой, удобный и недорогой способ проводить любые сделки безопасно. Переходите по ссылке в описании, чтобы больше узнать о том, как работает аккредитив от Сбера. А когда вот ваш дед Сергей Лукьянов ушел от бабушки к Ларе Лучко, вот это их знаменитая история, он там ее увидел на съемках, сказал, «Я пропал». Погиб или пропал. Влюбился в нее безумно. Вот у них был довольно долгий, крепкий брак. За все это время они с вашей бабушкой никак не общались. А с мамой вашей? Ну, Оксана, сестра, мамина сестра, сводная, она пыталась, и как-то они немножко общались. Потом, когда я родилась, мы даже один раз встречались вчетвером, Оксана, ее сын, а сын, по-моему, ему ровесник, или там чуть-чуть по-старше. И я, и мы ездили на кладбище к деду. Я была маленькой совсем, мне было лет пять, наверное. И я помню, что она мне подарила, мы потом поехали к ним в гости после кладбища, вот опять же, вчетвером. И она подарила мне два кольца. Каких-то фантастических. Одно было такое сердце, а другой цветок, такие перстни прям. Я помню, я их очень долго носила. То есть у меня вот это в памяти осталось, я это сейчас хорошо помню. А потом вот мы с ней общались, когда я уже была взрослая, уже вышла. Но сейчас мы уже давно как-то не общаемся. Вы росли с ощущением, что у вас великий дед, звезда Советского Союза? Ну, наверное, скорее да, чем нет. Мне, конечно, это тешило моё самолюбие, что деда показывают по телевизору. А вот отношение бабушки к Ларе Лучко, оно всегда было такое напряжённое? Оно, вы знаете, оно не было напряжённым, оно не было... По бабушке нельзя было понять, что это за отношение. То, что его вот как будто бы не было. Как будто бы вот есть человек, но как будто бы и нет. Я даже не знаю, какую она делала проработку внутри себя, потому что никаких-то там страданий, никаких-то слёз. Ну, я родилась уже, прошло много времени уже после его смерти даже. Там, семь лет прошло после того, как он умер. и, видимо, уже совсем всё отболело, но по ней вообще нельзя было понять, как она относится к Лучкову. Наверняка же тяжело, раз она больше никогда не вышла за ночь. Да, тяжело, но по ней она там не кривила губы, она не отворачивалась, она не говорила приключить телевизор, она наоборот смотрела и «Цыган». Прямо я помню, она смотрела этот сериал. То есть у неё не было «Нет-нет, не хочу видеть». И фильмы с дедом, естественно, смотрела. Ну вот как будто такая... Но у вас тоже такое же отношение и к Апексимовой, и к Овсиенко, ко всем бывшим Николаевым. Не то, что даже нейтрально, даже симпатии к бывшим женщинам Николаевым. Ну потому что я их не ассоциирую с Валерой, потому что я знаю, что Ира сама по себе, что за человек. Я знаю, какая Таня. И они меня вызывают по-человечески, они меня вызывают симпатии. Ну, кстати, почему-то Овсиенко начала открещиваться от этого романа недавно, начала говорить, что его чуть ли не было, уже столько лет все говорили, что он был, и она вдруг резко у нее какая-то... Даже не знаю, если я не обсуждал. Вы, кстати, нащупали интуитивно очень классный терапевтический прием, вы отдали ему вещи. Да, да. Иногда психологи учат этому, то есть то, что тебя очень сильно триггерит. Мне никто это не подсказывал, я к этому действительно пришла сама. Никакие я специальные книжки не читала, наверное, как вы правильно сказали, интуитивно. И, наконец-то, когда я уже устала, от самой себя, от этих страданий, я поняла, ну, Даша, ну уже отдай, уже сделай это. И я позвонила и сказала, Валера, давай-ка я тебе отдам твои вещи, которые у меня тут лежат. Он говорит, давай. И я реально отдала, и у меня реально вот все. Вот я прям в ту же секунду почувствовала, что все. Облегчение силы. Да нету слова. То есть я поняла, что все, история закончилась, я поставила точку. Вот здесь даже там восклицательный знак, три восклицательных знака. Я это прям почувствовала. А вот эти два года депрессии, вот как это происходило? То есть с работы вы приходите, ложитесь сплошмя и рыдаете дома? Нет, я не рыдала, я почти не спала. То есть я там что-то пыталась читать, что-то пыталась смотреть, ну как-то себя отвлекать, но факт в том, что я практически не спала. То есть у меня все время эти мысли меня захватывали. Но вы где-то говорили, что вы первое время вообще еще надеялись все вернуть. Конечно. Вы думали, ну вот сейчас он все-таки... Да, да, что я лучше всех, что я самая такая распрекрасная, но нет. Там магнит попритягательней был. Но я, конечно, надеялась. И это меня, конечно, вот оставляло я вот эту ниточку, как бы не хотела отпускать. Я думала, что может быть еще, еще что-то может быть. Опять-таки, если бы я ему сказала, что Даша, все, хоре, иди дальше своей дорогой. А он как делал? То есть он мог позвонить и сказать, как твои дела? Ну типа мог, да, там как-то. Какой-то мог быть разговор, он звонит и говорит, Даша, привет, как твои дела? Да, все хоре. Но я могла там спросить, типа может быть увидимся или там что-то такое? Он говорит, да, 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 там, наверное, увидимся. Вот вообще он так ко мне серьезно не относился и вообще меня не рассматривал так серьезно, как и я его серьезно рассматривала. А кого он серьезно рассматривал? Не знаю. Не знаю. Ну, судя по тому, что мы видим, мне кажется, никого. Не знаю. А как дочь? Вот это больше всего меня всегда волновало. Как ей бедно и вот это пришлось все пережить. Вот она бедная. Да, она бедная, потому что она, конечно, за меня переживала. переживала. И, конечно, она меня старалась поддержать. И поддерживала. Сколько ей тогда лет было? 11-12. Вот так. То есть то время, когда можно с ребенком весело играть, веселиться. Ну, я, конечно, с ней проводила время, но не весело. И за это я уже говорила, что за это мне... У меня чувство вины, что вот этот период я не смогла сконцентрироваться на ней. Но при этом я не знаю, как концентрироваться на детях, когда у тебя внутри такой раскардаш. Пока ты этот раскардаш не проработаешь, наверное, невозможно. Мне удалось как-то с Полиной выстроить такие отношения, что я ей всегда все рассказывала. Я говорю, Полина, сейчас очень плохо. Я говорю, вот прости меня. Все прямо говорят, ты меня прости. Я не могу. Может, водички? Не могу сейчас быть с тобой, потому что... Ну, то есть я могу с тобой быть, но не могу быть вот такой веселой мамой, потому что мне хреново. Она говорит, да, я тебя понимаю. У вас такой осознанный ребенок. Да. Она как-то в этот момент не пыталась с отцом больше времени проводить? Нет. Нет, типа, меня бросить, нет. Она как-то всегда, всегда была вот рядом. Как-то она всегда была рядом. А сейчас как вы вот с ней это обсуждаете? Ее это сильно травмировало? Нет. Эту историю? Нет, нет, нет. Мы с ней говорили, и... Нет, она, ну как, не травмирована была, но ей было, конечно, наверное, тоже обидно, что вот она мама, вот она мама, но ее при этом и нету. Что она... То есть я там никуда-то там не тусовалась, ну, знаете, как ищет спасение в другом. Нет, такого не было. То есть работа-дом, работа-дом. Я даже не хотела идти ни в какие тусовки, потому что у меня не было ресурса на это. А ходить с постным лицом на какие-то тусовки тоже, в общем, не очень-не очень правильно. Я ей честно говорю, что, Полина, вот такая вот лажа сейчас со мной происходит. Я вообще сейчас ничего не могу. И она, наоборот, становилась моим каким-то таким помощником. Но результат это у нас очень теплое отношение. Она знает про меня все. Так же, как, ну, я не знаю, может, я, конечно, не все-все про нее знаю, но мне кажется, что она очень много мне рассказывает, какие-то такие прям интимные вещи делятся со мной. Мне это, конечно, очень приятно. А с отцом она общается? Да, да. То есть у вас выстроенные нормальные... У них. А у нее у вас нет? Нет, у меня с ним нет. А у нее, да, она общается со всеми детьми, они ездят в гости, поэтому очень любят его семью. То есть у них хорошие, слава богу, отношения. Все хорошо. Спустя время вы вместе участвовали в проекте Первого канала «Цирк». И он чуть ли не победил там, по-моему. Он же победил. Но нет, он не победил, но он где-то там остался. Мне казалось, что он победителем. Нет, но он где-то там в финале остался. Он был прям звездой-звездой этого проекта. Это уже было спустя какое-то продолжительное время после вашего расхода? Ну, наверное, лет через шесть. Как вы там встретились? У меня тогда было все хорошо. Я как-то... Ну, так, волнительно, наверное. Но я, честно говоря, не помню, как мы... По-моему, это съемка уже была. Ну, там, привет-привет. Я даже помню, что у меня просили интервью, и я его спросила, Валера, можем с тобой вместе сфотографироваться? Он говорит, да, конечно. И мы что-то сфотографировались даже вместе. Я уже не помню для кого. А не кажется ли вам, что вас не случайно редакторы Первого канала позвали в один проект? Не знаю. Не может быть. Ну, а где там? Мы работаем каждый по себе. Если бы это было взаимодействие, если бы нам, как, я не знаю, в Доме-2... Вы же за кулисами там пересекаетесь. Мы пересекались, но у нас не было взаимодействия. Мы каждый делали свои номера, свои сольные номера. И они были такие сложные, ну, мне, например, что мне еще там... У меня не было сил вообще ни на что. Я там первое время вообще по 8 часов проводила в цирке на этих всех тренировках. И поэтому для драматургии это какое-то решение не очень правильное, на мой взгляд. Поэтому, может быть, это и была задумка редакторов, но она какая-то нерабочая. Тот же ледниковый период из-за вот этих романов, которые там постоянно происходили, к нему было приковано огромное внимание. Там романы, там все-таки пара. Ты все время в паре. А мы поодиночке были. То есть нам помогали... А в ледниковом периоде пары складывались не из тех, кто вместе катался. Там по-разному случалось. Ну, важно, там все равно пара. И все равно они взаимодействуют между собой. И там, наверное, что-то может быть. А здесь мы каждый сам за себя. И нас вместе не сталкивали, не соединяли. Ну, то, что мы виделись между репетициями... Ну, да, привет. Мы могли там рядом посидеть, кофе попить или пойти в буфет. Но это... Там не было драматургии внутри. Нас никак не сталкивали. Поэтому, может быть, и рейтинги были не очень высокие. У второго сезона, в частности. Потому что, по-первых, мы уже поняли, что звезды могут там и то, и это, и это. У кого есть еще спортивная подготовка, как у Валеры, так вообще он легко будет делать агробиотические. Другое дело, у кого нет спортивной подготовки, посмотрите, как они мучаются, как я, с этими всякими трюками и номерами. Но это все равно... Это да, можно посмотреть, но нету драматургии между этим. Нету никаких там ссор между... Как там, я не знаю, в фабрике звезд, когда живут все в одном месте или как в доме два. Он же там роскошно выступал. Действительно, я помню свою, так скажем, молодость. Когда наблюдала за этим, я думала, какой он великолепный, потрясающий. Вот видите? Вот это все. Вот видите? То есть вы тоже попадаетесь на это? Он неординарный, конечно, мужчина, который, помимо того, что актеры красавицы, что он там творил... Я помню, несколько программ видела, тогда еще смотрели телевизор. И действительно было вот это ощущение, что он, конечно, прям мужественный, невероятный. Вы говорите, абьюзер. Так они такие и есть часто. Они зачастую такие и есть. Такие вот искусные абьюзеры. Они, как правило, все мужчины харизматичные. Им же нужно неординарных женщин как-то затаскивать в эти отношения. Простыми они не могут быть. То есть у вас тогда ничего не ёкнуло, когда вы смотрели, как он там великолепно выступал? Нет, ничего. Ну я же уже это все знаю. Я знаю, что он великолепно может это делать, и это может делать. Ну все. Меня уже ничего не ёкало. А вы пытались себя оградить от любой информации о нем? Или наоборот, вы были из вот той категории женщин, кто хотел вот узнать, а как его сейчас жизнь складывается, а как он в новых отношениях? Наверное, периодами. Наверное, мне когда-то хотелось, а когда-то мне не хотелось. Наверное, вот какие-то такие. Потому что я думаю, все-таки чем дальше, тем легче оставить его. Чем ты все время выуживаешь там какую-то информацию, тем, конечно, сложнее его от себя уже отодвинуть. Поэтому я старалась, наверное, я старалась как можно меньше узнавать. Ну потому что действительно любой контакт, даже пассивный, когда просто пытаешься там, как сейчас, да, вот есть соцсети. Тогда их еще, я не знаю, были они тогда, или еще не было соцсети? Нет, по-моему, еще не было. И сейчас, как, например, там женщина, у нее там вот такой травмирующий опыт, если она там будет смотреть постоянно в соцсетях, ничего тоже хорошего в этом нет. То есть наоборот, нужно какие-то вот эти все истории для себя закрывать. Психологи говорят о том, что 95% женщин, переживших вот этот травматичный опыт отношений с абьюзером, снова вступают в отношения с абьюзером. Это статистика. Как вот насильника жертвы, эти люди очень чувствуют друг друга. Это на тонком плане. И вы спустя какое-то время встречаете новую любовь Анатолия Руденко, молодого, красивого актера. Руденко был младше вас на 10 лет. Вы вместе работали над сериалом, который длился, там, будет полтора года. Да, если не больше. Что-то, да, долгий был. Как вообще все произошло? Как завязались ваши отношения? Просто тут я почувствовала, что, наверное, слишком, чуть больше внимания мне уделяют. Ну, как? Ты же всегда чувствуешь. Я девушка свободная. Я как бы открыта к отношениям. Ну, и как-то так потихонечку, вот так это происходит. И начался роман. Ну, когда женщина свободная, потому что его жизнь, это его проблемы. Решать его проблемы я не собиралась. Вообще, я так считаю, что мужчина должен решить. Вы имеете в виду, что на момент, когда он к вам... Я не знала, да, свободен он или не свободен. А Арнгольц еще не расстался. Да, я этого не знала, потому что я к этому... Это его. Я была свободна. Я подумала, ну, почему нет? И я не претендовала ни на какой серьез. То есть я реально понимала и говорила, что, скорее всего, это все фигня. Ну, то есть это такой, ну, роман. Вот роман и роман. А эта десятилетняя разница, она чувствовалась? Она чувствовалась в каком плане? Что он был веселее. То есть такой шутник прям. Только, наверное, в этом. Потому что если там с физиологической точки зрения, то нет, я себя и сейчас чувствую. Не на мой возраст. Как бы номинальный, да? Поэтому нет. А веселее, да, какие-то шутки, какие-то... Ну, весело, короче. Вот хорошее слово – весело. Он был каким-то веселым. С ним было весело. Когда вы сомневались, а он все-таки вас как-то вот убеждал вступить в эти отношения? Вот что он говорил? Какие он вам давал? Не то чтобы гарантии. Он говорил вам, вот поженимся, детей там заведем, что-то такое. Нет. Нет. Он говорил, что это для него серьезные какие-то действительно отношения, которых у него никогда не было. То есть я ему говорила, что не морочь мне голову. Ну, как же. Вот, Татьяна Эрнгольц, вроде, любовь была у них тоже. Ну, тут я же старше. Что, наверное, вот с этой точки зрения, что старше женщина или там, может быть, умнее, мудрее, что со мной он тоже становился как-то взрослее. Ну, вот что такое. Вы с его матерью играли в одном театре. Да. Это правда, что она была не в восторге от ваших отношений? Ну, наверное. Ну, потому что, ну, какая мать будет в восторге? Ну, я так сейчас ставлю себя на ее место. Когда женщина старше на 10 лет, ну, это как минимум сложно. Ну, сейчас такие времена, что это небольшая проблема. Сейчас такие времена. Тогда были чуть-чуть другие времена. Есть, наверное, тоже стереотипы. Ну, и я внутренне понимала, что это, скорее всего, нет. А про Любу я не знаю, насколько она рада была, не рада была. Еще смешная деталь, что Толина будущая жена работала со мной в одном театре тоже на тот момент. Когда вы репетировали три сестры, у него был какой-то приступ ревности. Он как-то вас ревновал. Считал, что вам какие-то там сплетни, слухи до него доносились, что вам дают много ролей. Да, да, да. И он вас ревновал к режиссерам. Тоже по вот этой теории. Это другой просто тип абьюзера, когда устанавливают границы. Границы, контроль. И подспудная, это же какая история? Это же не просто ревность. Это же немножко тоже такое обесценивание, что тебе роли дают, потому что... Не потому, что ты талантливая, это же вот такое вот подспудное такое. Это мне было вообще все равно. Я же знаю, как на самом деле. Но имеется в виду, что какой двойной в этом может быть смысл. Вас не смутило то, что помимо того, что он, будучи в отношениях с Саренгольц, проявлял к вам интерес, но сам он, что Саренгольц, писали об этом много, что с вами был такой ревнивый. Нет, не смутило. Он показал, что это глупо. Я говорю, ну ты кому веришь, мне или кому-то? Или слухом? Я говорю, ну это как-то неразумно. Я говорю, у меня нет резона тебя обманывать. Ну и вообще, я не тот человек. Я сыплюсь на вранье. Поэтому я просто не умею. Поэтому мне было обидно с этой точки зрения, что верят слухам, а не мне, а не первоисточнику. Вот это было неприятно. А вот то, что вы сказали, меня как-то, в тот момент я об этом не думала, меня это не смущало. Я просто очень много видела публикаций о том, как Анатолий Рутенко расставался с Татьяной Орнгольц. Он, конечно, он говорил такие обтекаемые какие-то, очень нейтральные фразы. Таня была взрослее меня психологически, что-то такое. А, ну, пресса писала о том, что он измучил ее просто ревностью, измучил. Хотя сам как бы параллельно проявлял к вам интерес, будучи в отношениях с ней. Это же тоже такой звоночек. Потом, когда я узнала, что да, там еще не все закончилось, а уже начались отношения со мной, ну, и мне потом это был такой звоночек, что как бы посмотри на предыдущий. Не факт, что с тобой точно так же не произойдет. Но в какой-то момент, когда тебе все время вот капают, 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 говорят, что там, люблю, люблю, думаешь, ну, хорошо, поверю в это. Ты в это веришь и думаешь, ну, окей. А я тоже, я не умею себе стелить соломку. Если я с человеком, то я с человеком. Ну, вот так, такая. Я по-другому не могу. Мне по-другому... Когда не по-настоящему, мне как-то думают, зачем я трачу время. И поэтому я все время призывала только к тому, чтобы из меня не делали дуру. Чтобы я не тратила время. Потому что у меня времени уже не так много. Поэтому, пожалуйста, вот я только одного прошу. Не делай из меня дуру. Если что-то произойдет, скажи мне честно. Вот я только об этом тебя прошу. Потому что я уже так, вот дурочка, я уже была. Но, как оказалось, я опять ею стала. Ну, да, вот эта история, что он просто не решился на этот разговор. Николаев, в чем эта история была более честная, что ли? Что он хотя бы посадил вас, вот вызвал в ресторан. И из этой атмосферы как вот так насладился вот этим моментом и объявил, что он влюблен в другую. Здесь же была другая ситуация. Но есть признаки, по которым ты можешь понять, что что-то не то. Когда ты там звонишь, телефон выключен, абонент недоступен. С какого он недоступен? Ты начинаешь сразу думать, что какая-то... Ну, женщина же всегда чувствует. Потом человек меняется. И когда хочется, когда ты ему задаешь прямой вопрос, хочешь на него, если это правда, получить прямой ответ. А что он вам говорил? Ты задаете ему вопрос, у тебя кто-то есть? Нет, у меня какие-то, у меня там проблемы, у меня там что-то, мне надо вот... Ну, какую-то хрень. Вы ему говорили, ну, если у тебя кто-то есть, ну, и все хорошо. Говорила. Я тебя пойму. Говорила. Говорила. Вот верите, говорила. А как вам кажется, вот чего он хотел? Почему на двух стульях усидеть? Он разрешал, думал. Я думаю так. Одно слово. Тип личности, о котором мы сегодня столько говорили, они очень любят вот эти истории с треугольниками, потому что это очень... Тешит самолюбие. Тешит самолюбие. И я недавно в сети, вот когда готовилась к интервью, увидела фрагмент интервью Руденко и цитата «Моя супруга до сих пор ревнует меня к Тане Орнгольц». То есть вот это вот сравнение с бывшими. Поведение больше похоже на то, что у нас в народе вообще просто принято называть другим словом. Вы не забывайте, мы говорим об артистах. Это отдельная каста мужчин. Потому что абьюз, да, все это может быть, но это артисты. Ну, значит, среди артистов их концентрация велика. Больше чем это еще. Может быть. Но это просто... Поскольку артист должен нравиться, неважно, ты женщина, мужчина, ты должен нравиться, продюсерам, режиссерам, зрителям. Ты должен нравиться. Женщины, которые связывают себя с артистами, должны понимать, что это не просто мужчина, а это мужчина-артист со всеми вытекающими. Сейчас так стало. Мне кажется, раньше так не было. А сейчас мужчины-артисты стали очень ненадежными. Да, таких пар, как Певцов и Дроздова, которых мы уже упоминали. Ну, только, может, не знаю, Вельжева и Кузьков. Так и не припомню, чтобы долгие были союзы, где партнеры-равесники. Ну, есть еще... А, ну, Саша... У Саши Лазарева-младшего у него жена не артистка, тоже там много лет они... Да, так, чтобы это была актерская пара. Ну, Лазарев-Немоляев, вот они всю жизнь прожили вместе. Но есть такие пары, но их очень мало. То есть с артистами вы в какой-то момент поняли, надо завязывать с артистами. Да, я именно так и поняла. Я именно так себе сказала, что больше я с артистами не связываюсь. Как произошел в этом случае момент расставания, если человек не решается на этот разговор, даже если его к стенке уже приперли, говорят, ну, что там? Ой, Надя, мы так долго говорим о Толе. Я так много о нем вообще не говорила. Я прям не хочу рассказывать, потому что, ну, это я совсем тогда такая картинка нелицеприятная. можно это... Ну, прям не хочу. Ну, то есть, если мы бы узнали, как произошло ваше расставание, мы бы вообще в нем разочаровались. Ладно. Ладно, тогда не будем. Мне кажется, надо думать еще о другой стороне. Все-таки, когда ты выходишь в паблик, надо еще думать о другой стороне. Я и так много как-то сказала, такого, чего бы я, наверное, она и не собиралась говорить. Ладно, не буду тогда пытать про сам момент расставания, потому что, ну, понятно, что оно было не самым красивым, так скажем. Да, да. Но во второй раз вы уже решили не давать себе столько страдать. Да. А второй раз вы уже, кстати, обращались за помощью. Вы обошлись без психотерапевтов, психологов. Да, да, я боюсь психотерапевтов. Почему? Потому что это тоже как наркотик. Ты подсаживаешься на психотерапевта, а я все-таки считаю, что человек должен справляться сам. Конечно, хорошо, когда это... Но если это острое состояние. Но острое имеется в виду, вот депрессия, это болезнь. Не всем, как вам, удается из этого выброситься. Не всем, конечно. Конечно, зависит от человека. Конечно, если он понимает, что надо срочно идти и надо просить помощи специалиста, конечно, иди и проси помощи. Кстати, еще есть техники какие? Ни в коем случае вот в первых отношениях после Николаева вы совершили огромную ошибку, что вы дома лежали, страдали. Этого делать нельзя. Никогда я как прошедший через этот человек могу сказать, что только социальная активность. Я второй раз и сделала так. Только работа. Друзья. Не надо... Кстати, проговаривая боль, тоже от нее избавляешься. Это очень помогает. Но я вот для этого использовала друзей. Друзей и близких мне людей. Не психолога. И друзья, как правило, очень четко тебе говорят, что происходит. Они, конечно, не пользуются такими красивыми терминами, но они, как правило, говорят тебе, что происходит со стороны. Одно дело, ты хочешь это слышать или ты не хочешь это слышать. Вот поэтому второй раз я тоже обошлась как-то без психологов. Ну, потому что я уже знала, я уже там была. Может быть, просто, наверное, у меня есть такая... Я не знаю, откуда, но я стараюсь анализировать ситуацию. Ну, понимаешь, что из всего есть выход. То есть из любой ситуации есть выход. Вот из любой. И мне это помогает, помогает в жизни. И тогда я уже знала, что уже через депрессию я прошла, я больше не хочу себе это позволять. Опять-таки, не тот масштаб личности. И я не имею права больше. То есть я должна, конечно, я должна пострадать, потому что это больно, естественно. Я должна поплакать, конечно же. Я должна выпустить вот это все. Ну, вот срок тебе такой. А вот через две недели, я прям реально дала себе две недели, а через две недели все. То есть во второй раз вы управились за две недели? Уже два года было жаль терять. И вы ускорили процесс. Да. Я где-то читала, что вам очень помогали друзья, в том числе Догилева. Да, да, да. Что она была рядом в этот момент. Да. Таня мне тогда... И мы с ней встретились. И Таня мне... Вот она очень хорошая психотерапевта. Она еще и с юмором. У нее потрясающее чувство юмора. Ей лучше, конечно, на язык не попадаться. И она мне тогда так все рассказала. Я ей плакала и ржала. Прям хохотала, как она мне говорила. Даша, Господи, какое счастье, Даша, вообще, что наконец-то ты перестал быть с этим человеком. Тоже говорит, я была в шоке, говорила мне Таня, когда я в зале. Я в шоке была. А мы с ней очень близкие отношения, мы близко дружим. И поэтому она может говорить то, что она думает. Но она вообще такая. Она всегда говорит то, что она думает. И когда ты сказала, я говорю, да ладно, ты прям была в шоке. Да вообще. Я вообще думала с тобой прекратить всяческую дружбу из-за этих твоих отношений. Да, и Танька мне тогда очень помогла. Вот если резюмировать, вот женщина, которая сейчас переживает нечто подобное, либо на пороге расставания, либо уже вот она окунулась в эту депрессию. Вот с высоты вот этого своего опыта, что бы вы посоветовали, как себя вытаскивать? Ну, как я уже сказала, что из любой ситуации есть выход, и из этой ситуации тоже есть выход. Агитировать за обращение к специалисту, наверное, стоит, если ты действительно не можешь сам, и если у тебя задача как можно быстрее выйти из этого состояния, наверное, стоит обратиться к специалисту. Поскольку я у специалистов сама не была, я агитировать вот так вот впрямую не могу. То есть, конечно, надо прислушаться к себе как-то. Если ты можешь сам выбраться, то выбирайся сам. То, что нужно дать себе время на пострадать, да, я считаю, нужно. Не надо из себя делать Зою Космодемьянскую и говорить, что у меня всё прекрасно, потому что оно где-то прорвётся потом, что надо дать себе время, чтобы это проработать, да, поплакать надо, да, надо поплакать. Ну да, иначе не получается. Если ты эмоции в себе будешь давить, они же не уходят, они же в тебе остаются, и потом они прорываются где-то в какой-то совершенно непонятной ситуации, там, где вроде бы ничего не должно было быть, они всё равно прорывают. Потому что то, что это надо проработать, надо проработать. И время, ну, такая банальная фраза, но время реально лечит. Вот время лечит. Пройдёт время, ты будешь смотреть на эту ситуацию совсем другими глазами. Конечно, у тебя останется зарубка на сердце, может быть, больше, может быть, меньше, но ты это пройдёшь. И если у тебя есть желание это преодолеть, может быть, я почему так долго была, что у меня тогда не было этого желания? Может быть, я купалась в этой депрессии? Может быть, я в ней купалась? Первый раз ещё осложнялась тем, что вы ещё надеялись всё вернуть. Второй раз у вас таких иллюзий не было, вы там уже всё чётко понимали. Но я ещё что бы хотела добавить, опять же, из опыта в терапии. То есть это социальная активность, работа очень помогает. Это очень важно. Работа меня всегда спасала. То есть ни в коем случае не надо вот зацикливаться вот на этой депрессии. Да. Вот если взять отпуск и лежать дома, страдать, вот это накроет волной такой, что потом не выбраться. Согласна. Плюс друзья, которым доверяете. Нужно тоже не бояться их в это интегрировать. Абсолютно. На вашем примере. Вот то, что вы сказали, меня же самой полегчало, когда это слышала, вот эти вот шуточки Догилевы. Мне кажется, тоже это важно, да, друзья, близкие, кто может вот в этой ситуации помочь, посочувствовать. И ещё я могу сказать, вот почему я вашу историю так давно знаю. Очень помогает чужой опыт. Когда ты видишь, что такое уже с кем-то случалось, я сейчас конкретно про ситуацию абьюза. Любую. Например, там даже женщины, которые могут смотреть, у кого-то там ситуация такого классического домашнего насилия, там с побоями, или женщины с психологическим каким-то насилием. Ну и то, и другое, на самом деле, страшно. То есть здесь очень важно понимать, что, во-первых, проблема не совсем в жертве. Она в ней, в том, что она вообще как бы в эту ситуацию вошла. И попала в этом её проблемы. Но во всём остальном, то есть если человек манипулирует или издевается, бьёт, какой угодно вред причиняет, то есть это повод для того, чтобы эти отношения хотя бы быстрее поставить на стоп. И любые контакты, они не даются скачать. Особенно если это абьюз, который неочевидный, потому что женщин, которых не бьют, но которые попадают в эту ловушку, они часто думают, ну меня же не избивают, а что я могу рассказать, что меня просто сегодня похвалили, а завтра меня игнорируют. Кстати, вот один из любимых приёмов абьюзеров, это игнор. С кем-то из двух мужчин, которых мы обсуждали, случалось такое, что на какой-то момент раз такая холодность неожиданная. Ну да, наверное, да. И человек пропадает. И ты не понимаешь, что, может, я что-то не то сделала, а может быть, я в чём-то не права, а может быть, я провинилась. И вот эти вот начинаются вот эта нестабильность, потому что ты начинаешь думать, а как я вообще, что-то со мной не так. Ещё я подумала, что ещё бы хорошо для себя, что ли, обрисовать картинку, тем более если ты проходила через какие-то драматичные отношения, нарисовать картинку человека, которого ты хочешь видеть с собой, и которого ты никогда больше рядом с собой не увидишь. Вот я так сделала. Да, кстати, любая визуализация помогает. Это, кстати, очень важно. И, кстати, со спусканием, как у вас ещё и с этой отданной сумкой. Если этих даже вещей нет, это можно вот как такой аутотренинг визуализировать, представлять. Вот что вот, всё, забери, пожалуйста, вот это твоё, вот оно теперь с тобой. Мне этого не надо здесь сейчас. И я очень чётко себе нарисовала картинку, с каким мужчиной. Какой мужчина я хочу, чтобы был, и какой больше никогда не будет. То есть это тоже очень надо хорошо понимать. Не идти на компромисс с самой собой, иначе ты попадёшь туда же в принципе. Потому что, может быть, абьюз более изощрённый. И если ты опять выбираешь вот примерно такого человека, то ты можешь оказаться в такой же ситуации. Какое время прошло между этим расставанием и моментом, когда вы встретили Андрея? Года четыре, наверное. Вот эти четыре года вы себя стабильно ощущали? Да. Я в какой-то момент у меня тоже был такой разговор с собой, что я подумала, ну, наверное, вот я же уже приняла для себя решение, что вот с такими, вот, я хочу только такого мужчину. Всё. Да, у меня могут быть романы, но для серьёзных отношений, для какого-то серьёзного, должен быть вот такой мужчина. Я подумала, если он не будет, если такого, такого я не встречу, то, наверное, я должна быть готова к тому, что, ну, я останусь одна. Ну, наверное, мне это не дано. Подумала я и это приняла. Вот такой, такой тоже был момент. Потому что я уже больше не хочу таких отношений, которые ни к чему не приводят, я больше туда не пойду. Наверное, я лучше буду одна. И вот так получилось, что жизнь распорядилась по-другому. А это, кстати, так часто и случается. Это тоже говорят психологи о том, что когда отпускаешь, когда не ставишь ценность отношений с мужчиной на первое место. На первый план, да. А когда думаешь о том, что вот я вот, на такое я уже не готова, и, соответственно, в этот момент собственная ценность внутри очень сильно растет. И в тот момент, именно когда хочешь отпустить, оно и приходит очень часто. Вас друзья познакомили. Андрей Шаронов хотел с вами познакомиться, он попросил как-то вас познакомить. Вы знаете, я на самом деле, по-моему, нет. По-моему, это была драматургия наших знакомых. Они как-то решили, что вот мы должны встретиться. Насколько я сейчас понимаю, что Андрею я была так же представлена, как Андрей мне. Ну, может быть, он знал обо мне, но там как-то. Ну, я думаю, знал, конечно. Я не думаю, зная Андрея уже сейчас, я не думаю, что он рылся в интернете. То есть он не следит за кино, теле, там, театральными всякими релизами, новинками? Нет, вот так не следит. То есть он, конечно, поскольку человек очень интересующийся, широко интересующийся, он, конечно, там может что-то знать, но у него голова занята совсем другим. Он действительно очень много работает, у него много всяких разных других более важных дел. Насколько я понимаю, это не было запросом Андрея, что хочу познакомиться. То есть это бы не так было, что с тобой хотят познакомиться. Я думаю, точно так же и ему. Там при случае, кстати, надо будет узнать все-таки, как это было. Но он абсолютно соответствовал тому запросу, который вы в своей голове вот сформулировали для самой себя, что это мужчина не актер, основательный, надежный, без манипулятивных вот этих всех историй. И все то, что вы увидели, соответствовало вашим представлениям об идеальном мужчине. Да, но он уникальный. Даже его друзья, близкие говорят, что это уникальный человек. Те, кто его знают, много-много ли? Ну, таких очень мало. Но это действительно, это такая редкость вот повстречать такое. Вообще, что такой мужчина есть? Вообще, что такой человек есть? Я была однажды на его лекции в Сколково. А-а-а. И это, да, это было очень впечатляюще. Когда вы познакомились, Андрей был заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики. Да, вице-мэр, именно словами. Сегодня он президент школы Сколково. Московская школа управления Сколково. При всем при этом он еще кандидат социологических наук. Человек, который пережил вот распад Советского Союза, уже будучи при таких серьезных статусах регалиях, сумел перестроиться. Был, помимо того, что вот во всех этих министерствах, связанных с экономикой, плюс к этому он имеет отношение к тройке диалога. Это главная инвестиционная компания. Ну, словом, умница. Уж более серьезного, основательного, авторитетного мужчину очень сложно себе представить. И вот вы, когда встречаете такого мужчину, у вас же не было опыта общения с таким человеком. И каково это было? Это было очень интересно. Это было очень непривычно. Мне тоже как-то надо было перестроиться. Потому что, когда отношения, я понимала, что это уже куда-то переходит в более серьезную сторону, мне тоже надо было привыкнуть к Андрею, потому что он действительно другой. И вот то, к чему я привыкла, там какие-то... Спецэффекты эти. Спецэффекты, да. Кто-то ставил записку, сам не пришел. Да, да, да. Вот этого ничего. Вот этого нет. И я сначала думала, а что это? Да, ну то есть, а потом я поняла, и так можно, и так даже лучше. То есть нету мишуры никакой. Есть настоящий человек. Это гораздо ценнее, чем вся вот эта мишура. Но если человек делает поступок, то это поступок. Если он что-то делает, то это действие. Это не какая-то вот пыль в глаза, которая все время в моей жизни присутствовала. А это действительно действие. И это гораздо больше подкупает, чем, ну не знаю, что угодно. А как вот ухаживают такие мужчины? Расскажу. Так. Хочу поставить тебя на лыжи. Он говорит, чего? На гордой лыжи хочу тебя поставить. Я говорю, на 8 марта кроссовки. Давай будем бегать. Чего? Какой я и бег. Две вещи вообще несовместимые. То есть это ухаживание какое? Какого порядка? Не материальное ухаживание. Не то, что там цветы ты можешь поставить. Конечно, цветы Андрей тоже дарит. Там не то, что ты можешь на себя нацепить. А это ухаживание другого порядка. Это когда человек хочет действительно как-то подарить тебе то, чего ты еще не умеешь. Ну, хотя бы попробовать, чтобы ты это взял и принял. А я, поскольку такая, что если мне что-то предлагается, я это стараюсь, несмотря на то, что я трусиха страшная, но я стараюсь это... Это и ленивая, но я стараюсь это взять, потому что я понимаю, что меня это сделает лучше. Что вреда от этого точно не будет. Я надеюсь, что не будет. Там ничего я себе не поломаю. Но что от этого будет польза. Поэтому там через год мы поехали кататься на лыжах. Меня поставили на лыжах. Я видела в вашем инстаграме. Вы говорите, пишите, пока еще не супер красиво, зато перестала бояться. Да, но я действительно очень... Я трусиха. И мне все время жизнь предлагает какие-то такие истории, чтобы я прорабатывала свой страх физически. Там упасть. Вот такое. Я высоты не боюсь, а я боюсь упасть и повредиться. Потому что я артистка. И, конечно, если я что-то сломаю-поломаю, то я сразу выбиваюсь из графика. Вот эти лыжи. А я же не спортивная вообще. Я никогда не занималась спортом. То есть я вообще другая. И для меня это было преодоление. Я помню, как я первый раз встала на эти горные лыжи. Я секунды не стояла на этих лыжах. Я вставала и падала, вставала и падала, вставала и падала. Просто вообще. Мокрая была, как мышь. Но все равно каталась. Ну, то есть это ухаживание такого плана, когда человек пытается как-то вас сделать лучше. Это даже не то, чтобы пытается. Он делится тем, что круто. Потому что, действительно, когда у тебя получается ехать на горных лыжах, это очень круто. Это такой кайф. Когда ты бегаешь, это очень круто. Я бегаю с удовольствием, потому что я получаю этот заряд эндорфинов, дефаминов и всего. Адреналина в первую очередь. Это очень круто. Ну, это круто. И человек этим делится. И, конечно, когда ты это принимаешь, когда это у тебя начинает получаться, ну, конечно, вот я считаю, что вот такого рода ухаживания и такого рода внимания, такого рода поступки и действия, ну, гораздо важнее и гораздо значимее, чем вот все остальное. Ну, такие стереотипные ухаживания. С возрастом не хватает только какого-то разумного питания. Это уже становится мало. Нужно еще и двигаться. То есть для меня спасение – это бег. Что я бегаю каждый день, для меня это прям вот реальное спасение. При этом я могу есть все, что я хочу. Но я, правда, тоже ем немного. Я выбрала для себя такую мое правильное питание – умеренность. Потому что я считаю, что мы переедаем. То есть вы едите все просто маленькими порциями? Да не то, что маленькими порциями. Я могу два раза в день поесть, могу один раз поесть. Только когда я хочу. Я себя не изнуряю голодом? Нет. Я ем, когда я хочу. То есть я не голодаю. Но я ем, когда я хочу, и я приучила себя действительно мало есть. То есть я считаю, что нам не нужно есть. Опять, это зависит от твоей деятельности. Если ты, конечно, у тебя тяжелый физический труд, понятно, что ты тратишь гораздо больше калорий. А офисные работники или там артисты, когда у них нету репетиций, съемок там спектаклей, это все-таки более не такой энергозатратный труд. И питаться завтрак, обед и ужин многовато. Можно обходиться двумя приемами пищи. Я стараюсь слушать себя и стараюсь себе ничего не запрещать, кроме кофе. Я уже год не пью кофе. Почему? Знаете, ну, я такой максималист, и, в общем, если я что-то решаю, то я вот это завязываю. То есть я не могу там покуривать, потому что я начну опять, к примеру. Ну, с курьем это точно не начну. Я просто кофе уже очень много стала пить. Потом же мы же пьем не так, как итальянцы. Мы же пьем кофе с молоком и пьем его литрами. Вот я литрами пью, я чувствую, что я оттекать начала. Но мне стало, мне тяжело как-то стало. И я от него отказалась. Вы знаете, кожа стала лучше. У меня нету запретов. Ну, вот, кроме кофе. Кофе я себе... То есть вино можете себе позволить? Да, да. То есть нет каких-то жестких? Да, могу. Это всё равно надо работать больше, чем ты работал, когда тебе было до сорока. Просто это надо принять, что это так. И начать получать от этого удовольствие. Чем больше ты что-то повторяешь, тем больше ты начинаешь получать от этого удовольствие. Это уже становится рутиной, такой рутиной, привычкой, в хорошем смысле этого слова, которая тебе начинает приносить удовольствие. Как бег, который вы сначала наверняка начинали, ну, не то чтобы с подпалки, но думали, что не сможете. Ну, я очень тяжело. Потому что я никогда не умела бегать. И не любила, и ненавидела. И считала вообще ниже своего достоинства бежать там за автобусом, за троллейбусом. Не учились же в школе, как бегать. Гоняли нас по этим кроссам. Мы там все выдыхались, с больными всё время прибегали боками. А просто чтобы объяснить, как нужно правильно бежать. И не было бы такого негативного отношения к бегу. Потому что если так посмотреть, вот опять по статистике, процентов 80 твердит, что бегать вредно. Вот бегать вредно. Я говорю, профессионально может быть. Если бы я была профессиональной бегоней, которая действительно там бегает, может быть, у них потом и колени летят. Я это не обсуждаю. Но любительский бег, я ещё не знаю ни одного человека, которому бы он нанёс вред. Вы сейчас были на интервью Корчевникова, кстати, второй раз. Да. Почему-то. А почему, кстати, в два раза вы с одной и той же историей ходили к нему? Да, и история, получается, не одна и та же. Я тогда ходила. Я была не замужем, а сейчас я стала замужем, и меня пригласили. Но он, по сути, те же вопросы задавал про вот эту сложную историю, связанную с личной жизнью. Да, но, видимо, есть такой запрос. В обществе, я не знаю. Я не могу залезть в голову к редакторам. Я только понимаю, что для них это сейчас послужило информационным поводом, что я вышла замуж, и я это не скрыла. Я это объявила широко, сама, у меня были сомнения, стоит ли об этом говорить. И для них это стало тоже таким информационным поводом, и они меня пригласили. Но он порой задавал те же самые вопросы, даже такие микровопросы, то есть не глобально про ситуацию каких-то взаимоотношений с партнёром, а он там задавал конкретный вопрос. И вот ваше первое свидание. И он Корчевников так удивлялся, как будто первый раз слышал эту историю. Может быть, он забыл, послушайте, у него столько проходит через него разных героев, то, конечно, у него всё это объём информации, он совершенно не обязан это помнить. Полюбил. Другую жизнь. То есть бумерангом ко мне это... Вернулось. Об этом подумали в этот момент. Когда-то, два года назад, сказали это своему собственному мужу. Это было тяжело. Тяжело или чувство, что... Ну вот, за что боролась, на то и напоролась. Ведь... Нет, нет. Не было чувства, что... Бумеранг. Канал Россия, они делают всегда такую подводку, женское проклятие, семейная, вот какая-то история, которую обсуждала вся страна, что ваш дед ушёл от вашей бабушки к Ларе Лучко. И потом ваша мама рассталась с отцом, когда вам было 7 лет, по-моему. И далее все ваши вот эти вот мытарства личной жизни, которые так сейчас вот активно обсуждают, потому что сейчас люди начали уже идентифицировать, что есть абьюз, а что есть просто не сошлись характерами. И сейчас на это, наверное, вот мне кажется, с этим ещё связан большой запрос. Но Корчевникова, это всё-таки была больше история. мать повторяет историю бабушки, дочь повторяет историю матери. А по сути, как бы это не совсем, мне кажется, одно и то же. Бабушка, да, она, наверное, до конца своих дней не отпустила эту обиду. Не отпустила. Ей было больно. Мама ваша, не знаю, насколько тяжело это всё переживала. Очень тяжело. И до сих пор так же тяжело переживает. И она тоже не отпустила эту обиду. В ней обида это живёт. Я этого не очень понимаю, потому что я как-то отпускаю, я стараюсь отпускать. Несмотря на то, что абьюз, абьюзер ты был, как сейчас выясняется. И было тяжело, и было очень больно. И каждый раз, когда тебя предают, когда ты сталкиваешься, я уже, не знаю, мне вот это слово абьюзер, вот оно теперь у меня прям сразу первое перед глазами как-то возникает. Оно становится тяжело. Но потом, если это вот всё время держать в себе, а как жить дальше? Если всё время тащить за собой этот груз, то, мне кажется, дальше будет ещё тяжелее. Во-первых, никто не виноват в следующей твоей встрече, не виноваты, что у тебя было такое прошлое. А если ты будешь это всё время перекладывать, эту тележечку тащить за собой, мне кажется, очень тяжело. Поэтому я стараюсь отпускать. Вы шли к браку почти восемь лет? Да. Вы так долго к этому шли, потому что уже боялись, что можете ещё раз обжечься? Нет, вы знаете, я знала, что... Да я с самого начала знала, что это вот мой человек, и я в этом не ошибалась. Я, наверное, не торопила события, именно потому, что я чувствовала, что надо Андрею к этому. Как-то он должен это почувствовать, что я это тот человек, с которым он хочет быть. Ну, потому что его история совсем другая, личная. Он потерял супругу, у неё был инсульт, но они были в хороших, гармоничных отношениях. Да, и всю жизнь прожили вместе, и поэтому это совсем другое. И, ну, может, это тоже моё воспитание. Я не... Вы не форсировались? Нет, нет, нет. Вы находитесь рядом всё-таки с таким неординарным мужчиной. Вам, наверное, действительно сейчас ни психотерапия, ни коучинг не нужны, потому что он сам как... Так я же сама коуч. Живое сейчас воплощение вообще всех установок коучинга. да, да. И какие ваши жизненные установки за эти восемь лет рядом с Андреем Шароновым поменялись? Вы знаете, поменялось очень многое. Очень многое. Во-первых, поменялось вообще моё отношение к себе и отношение к тому, как меня оценивают. То есть я перестала париться по поводу того, как меня оценивают. Опять-таки, может быть, это другая обратная сторона медали, потому что артистка и всё время ты... То есть, конечно, оценка важна, но она не так важна, как твоё внутреннее состояние. Потом он какие-то, говорит, такие правильные... Я всегда к нему иду за советом. Вот что касается там коуча, или он действительно мой коуч. И я всегда у него спрашиваю, как мне поступить. И всегда, даже не то, что как мне поступить, а я даже что-то проговариваю. Я говорю, Андрюш, да, я тебе расскажу вот так вот, вот то-то, то-то, то-то. Даже просто что-то проговариваю, он обязательно скажет вот правильные, правильные слова. То есть, это так круто, когда ты знаешь, что есть человек, который ну, всегда тебе подскажет. И я знаю, что это, что вот он точно скажет, как правильно, как правильно поступить. И мне кажется, что я с ним стала лучше. Ну, мне внутри лучше сто процентов. и образованнее даже. Потому что то, что знает он. Ну, я представляю, да. Да. Те люди, с которыми я познакомилась благодаря ему. Круг общения. Круг общения, это, конечно, уникальные личности, их очень много. А вот это вот вся ваша жизнь до него с этим абьюзом, он никак, никогда не комментировал, не говорил вам, что... Я даже думаю, что он не в курсе. То есть, он вообще даже не в курсе всего, что... Вот его такие вещи не интересуют. Его не интересуют. Я там что-то ему рассказываю, какие-то сплетни. Говорю, ты представляешь? Он говорит, да. Серьезно? То есть, его это не интересует. Вот эта сторона людей не забавляет ему это, неинтересно. Поэтому я даже думаю, вот если он посмотрит несколько программ или там что-то почитает, если он поставит себе задачу посмотреть, там, узнать, что было у меня, то у него, наверное, он тогда узнает, что он тоже мне никогда не задавал этих вопросов. А зачем они нужны? А его, кстати, никак не смущало, когда вы только поженились в СМИ, разразились этими заголовками? Я его спрашивала. Дарья Паверинова, вышла замуж за миллионера. Мы смеялись по этому поводу, да, и там, и миллионеры, и как-то его там и бизнесменом называют, и не Андреем, а там Александром. Ну, то есть, ну, все, все так как-то подхватили, и не очень родивые журналисты, вот, ну, все прям. Мы сначала думали, вообще это не, вообще не справлять свадьбу. И вообще, как-то это никуда не распространять. Потом, когда мы поехали к нашим друзьям на Новый год, а наши же друзья знают нас уже вместе, уже практически восемь лет, и многие даже говорят, да ладно, вы что, не женаты? Мы не были женаты, потому что мы все равно как, муж и жена. То есть, мы так и представлялись, Андрей меня всегда представлял, моя жена. И на Новом году, значит, мы сказали, что вот мы подали заявление, говорят, да ладно, как круто, ну, 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 гуляем на свадьбе? Мы говорим, да, на свадьбе. Говорят, ну, а вы что, вы не будете справлять? Мы как-то, в общем, не думали. Говорят, да вы с ума сошли? Ну, это же такое событие, это такая радость, дайте нам возможность порадоваться вообще. То есть, я понимаю, что у людей огромный дефицит положительных эмоций, и даже не то, чтобы эмоций, а каких-то событий, за которые ты можешь порадоваться, где ты можешь приобщиться к счастью другого человека. Вот прямо это очень хочется людям. Конечно. А знаете, как его порадовалось? Огромное количество женщин с этих форумов, которые разбирали вашу биографию с этими абьюзерскими историями, и потом вот такое развитие событий. Какая-то жизнеутверждающая история, просто настоящая мотивационная, крутая мотивационная история про то, как женщина, пережившая дважды, созависимые, тяжелые отношения с абьюзером встречает нормального мужчину. Ну, это любой должен радоваться тому, что такое вообще возможно, и что это можно повторить. Все-таки, значит, действительно, из каждой ситуации есть выход. Выход есть. А могли ли вы тогда думать, когда два года лежали в депрессии, что все развернется так, как сейчас, что вас будут ставить на лыжи, что вы будете говорить, меня человек сделал лучше, что вам будет комфортно? Я к этому стремилась, поэтому я думаю, что да, это должно быть. потому что я это очень хотела. То есть тот какой момент, когда мы чего-то страшно хотим, оно, как правило, сразу не приходит. И действительно, это надо четко понимать, чего ты хочешь, ну, и дать возможность Вселенной поработать в этом направлении. А самой внутренне, наверное, быть готовым к этому, но перестать это как-то проявлять все время внешне. С одной стороны, да, надо все время выходить в общество, но писать себе на лбу, что я хочу замуж, никто тебе замуж не возьмет. Нет, это вообще не работает. Это не работает. Это действительно какая-то внутренняя должна быть работа с собой, понять, чего ты действительно хочешь, какого ты человека хочешь. Я его хотела. Я, видимо, шла вот в такие отношения, но я все равно всегда хотела настоящего, всегда хотела. Вот я хотела такого человека, как Андрей, с самого начала. Вот с самого начала, когда я стала девушкой, женщиной. Ну, может быть, пройдя через все то, через что вы прошли, вы особенно это как-то ценить стали, потому что есть с чем сравнивать. Дарья, спасибо вам большое. Для меня, например, это был такой тоже практически терапевтический разговор. Мне кажется, что для женщины любой, которая... Мне кажется, даже женщины, которая не бывала в каких-то созависимых отношениях, это все равно будет полезный разговор. Я надеюсь. про то, что работа над собой, она, ну... Приносит свои плоды. Очень важна. Важна, да. Ну, кстати, вот эта история про то, что вот когда вы себя именно наполненной почувствовали и отпустили вообще вот эту идею, что вот надо быть в отношениях, не знаю, любой ценой, вот тогда она, когда ты сама в ресурсе, тогда и качественный мужчина приходит. Прямо звучит цинично-качественно, но вы понимаете, да, о чем я говорю? Да, потому что все равно все равно природой заложено, что мы стремимся быть с кем-то, что одному тяжело с одной стороны, а с другой стороны мы приходим в этот мир одни и уходим из этого мира одни. То есть к этому мы тоже как-то должны быть готовы. У нас всегда вот такие качели все время, всегда вот этот дуализм, парадоксальность. Мы вроде хотим и этого, но мы должны и в этом быть в порядке. То есть, но работа над собой вот прям архи важна. Один ты это делаешь с друзьями, со специалистом, но надо прорабатывать, надо быстрее выгребаться вот из этих ситуаций, чтобы дальше идти, чтобы идти дальше, чтобы жизнь могла тебе предложить что-то другое, потому что по-другому не бывает. Для того, чтобы что-то пришло, надо это место освободить. Вот чем быстрее вы освободите вот это место, которое занято совершенно не тем, кто должен быть, и определите, кто должен быть рядом с вами, тем быстрее вселенная вам откликнется. Привет! Молодец!